Ну, очень странно, честно говоря. Но факт остается фактом, да, это была группа, скорее всего, армян, граждан Армении, которые зарезали этого спецназовца. Христианского народа, подчеркиваю. Напомню, в студии журналист Максим Шевченко, дипломат. Вот я знаю, что Николай Николаевич специалист по Армении, много лет возглавлял, собственно, департамент Армении в Министерстве иностранных дел. Поэтому, собственно, вот вам слово, Николай Николаевич, и имеет какое-то это преступление, которое, на самом деле, имеет большой резонанс. Вот что касается армян, так получилось, что я недавно выступал перед армянской общественностью здесь. Там же был случай, помните, когда один из... А вы, кстати, языком владеете армян? Да нет, конечно, нет, я и не претендую, у меня четыре других есть. Там один солдат с нашей базы, помните, был этот ужасный случай, там завязал армянскую семью. Но, понимаете, чтобы его не линчевать, вокруг него образовали круг. Дальше, никто в Армении серьезных людей не стал говорить, это вот преступление на русской почве. Это вот русские все сделали. Телевон из Армении по таким лозунгам и сегодня проходили массовые манифестации в Гюмрии и Ереване с требованием выдачи военнослужащего Валерия Пермякова, который признался в убийстве шестерых членов семьи Аветисян, совершенном 12 января. Сам Пермяков до сих пор находится на территории 102-й военной базы в Гюмрии. И сейчас мы можем показать вам трансляцию из Гюмрии. Российское консульство осаждает протестующих. Мы видим также сообщения информагентства о том, что срывают российские флаги, топчут их. Это началось еще и вчера. Ну, это был, безусловно, народный сход. Огромные, несколько тысяч человек для Гюмрии это много. Пусти! 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 П очень пожелали этого да поэтому конечно смерть любого человека в драке где она ужасно здесь должно быть проведено расследование но действительно говорить так что это вот именно вот эта нация вот этих убивает это опасно для нашей страны прежде все я хочу сказать что здесь ведь не только граждане армении живут здесь живут 2 миллиона армян еще извините с тех времен в краснодарском крае когда он вообще не ходил там состав россии там коренное население так можно сказать 1783 год территория нынешнего краснодара где ранее кочевали нагаи вошло в состав россии после ликвидации крымского ханства для защиты пролегший по реке кубани границы сюда в 1793 94 годах были переселены остатки запорожских казаков положившие начало освоению края административно край получил статус земель черноморского казачьего войска до октябрьской революции 1917 года большую часть территории современного краснодарского края занимала кубанская область образованное в 1860 году из черноморского казачьего войска западной части кавказского линейного казачьего войска кубанская область являлась территория кубанского казачьего войска 1900 год население области насчитывало около двух миллионов человек. Как пишет история земля современного Краснодарского края. Это земли кочевников-ногайцев, а не армян, как это хочет предоставить всем Платошкин. Более того, в 1900 году все население Краснодара насчитывало два миллиона человек. О каких двух миллионах армян, которые жили там до присоединения Краснодара к России, говорит Платошкин, непонятно. Николай Николаевич, у меня вот на самом деле вам всегда был вопрос по поводу армянского дела. В свое время вы выступили в защиту Горегина Нжде, который умер во Владимирском централе. Так получилось, что я депутат от Владимирской области, и это все связанные вещи. Армянская диаспора в свое время даже попросила памятник поставить Нжде, там чуть ли не письмо обращались в Госдуму с просьбой переименовать во Владимир, там называть ее Нжде, который на самом деле является, может быть, для кого-то героем армянского народа, но так-то он вообще-то был нацистом, прямо откровенно скажем. Исповедовал расовую теорию, расовое превосходство, и на самом деле он, как говорится, говорил там о расовом превосходстве армянской нации и сотрудничал с СС в годы войны. Вот как, вот здесь, где граница, когда все-таки мы можем в национальном вопросе, как бы, как далеко мы готовы идти, чтобы обниматься, как бы... Кстати, вот тот же сам Холмогоров, он с Нжде абсолютно сошелся бы. Тоже такой шовинизм, на мой взгляд, и такое высокомерие. Как же вам не кажется, что человек, он в разные эпохи своей жизни может быть разным? Вот скажем, к Сталину, почему такое двойственное отношение? Потому что Сталин, условно говоря, до 28-го года и после 28-го года, ну, мягко говоря, сильно отличался. Вот что касательно Нжде, у Советского Союза, как вы знаете, наверное, были отличнейшие отношения с президентом Индонезии Сукарна, которого американцы свергли в 65-м году, знаете об этом, да? Да, знаю. А Сукарна в годы войны с японцами не сотрудничал, нет? Нет, ну, мало ли кто там с кем сотрудничал. Маннергейм вообще, как говорится, с Маннергеймом после 45-го года там соглашения всякие подписывались, и многие финские парламентарии, которые участвовали в этом... И с Хорти были мирные... Но это же разные вещи. Нжде воевал против Красной Армии в 20-м году. Сам хвастался, что убил 12 тысяч красноармейцев. В годы войны носил форму штурмфюрера СС. Значит, ну, в годы войны он, конечно, ничего не носил, потому что жил в Болгарии, и я хочу... В Болгарии жил, да. И, как вы понимаете, в Германию переселиться, кстати, в отличие от Власова и других, вот войти в этот Конор, он отказался. Но я не хочу в этом смысле оправдывать. Армяне ведь учтут его не за это. Знаете, как анекдот был? Петр Ильич Чайковский был гомосексуалист, но он ценен нам не только этим, да. То есть, мы его чтим как композитора, прежде всего, хотя у него могут быть какие-то другие черты. Армяне чтут его как борца против турецкого господства. Да, человек был сложный абсолютно. И, кстати, я, как начальник отдела Армении, я им не советовал делать там и могилы и прочее, потому что, ну, действительно, да, его перенесли там из Соединенных Штатов потом и прочее. Но, понимаете, мы должны быть, что ли, гибкими к тысячелетней истории вот этих людей. Понимаете, в конце концов, если этот человек действительно бы воевал против Красной Армии, вот с оружием в руках, все, ну, а о чем бы речь? Да, понимаете, вот это вот, вот я считаю, что нельзя в эфире в федеральной радиостанции непроверенной, видите, Шевченко, послеватель Ислам и защитник Кавказцев. Друзья, армяне, христиане. Мы обсуждаем армян. Сейчас у вас просто мозги задымятся, и будет когнитивный диссонанс. Услышьте меня. Не мусульмане зарезали этого бойца, а представители армянско-грегорианской церкви христианской. Чего вообще, как говорится, в бреду живут люди? Что касается этого преступления, то, безусловно, надо выдать убийц этого... Из Еревана? Откуда угодно, с любой точки земного шара. Российское государство должно обеспечить правосудие. Не имеет значения, кто они по национальности. Не имеет значения, какое у них гражданство. Обеспечьте правосудие в данном случае. Так же, как надо наказать убийц трех российских журналистов. Архана, Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые были после пыток убиты в Центрально-Африканской республике 30 июля, в ночь с 30 июля на 1 августа в прошлом году. Должны быть допрошены все, кто прозревается в причастности к этому убийству. Николай Платошкин. Николай Николаевич, а для вас, Зеленский, это кто? Плюс-минус или продолжение Порошенко? Нет, я позитивно к нему отношусь, но по прямо противоположным соображениям. Я считаю, что этот Орел скоро доведет эту страну до развала, чего я очень желаю, да, потому что он не встанет. Конечно, никто там за него не голосовал. В первом туре он 30%. Вы желаете развал Украины? Да, желаю развал Украины. А почему, собственно говоря, вы желаете развал Украины? Да я вам сейчас объясню. Во-первых, зачем он это делает? А население верит во все эти прибамбасы. Это знаете, вот как в Грузии было, да? Началось все феерично. Стеклянное здание для полицейских, там, я не знаю, форма новая. Везде английский язык. Чем кончилось-то, помните? Убийством наших спящих миротворцев. Что это за вилка? А вилка откуда? Это тебе уже какая ракета? Где отсюда, говорю тебе? Интересно, откуда вилка? Отходим назад. Или это золотая вилка откуда? До первой машины. Золотая вилка откуда у него? До первой машины. До первой машины. Если впервые, хочешь спрячься? До первой машины. Не сперли, а взяли под охрану. Вот берут под охрану ковры. Теперь их будут охранять прямо в бронетранспортере. Да что там ковры? Брали под охрану любую мелочь. Вот видите, что-то там раздобыл и несет охранять. Торопится, бежит. Вот берут под охрану отделение банка. Снято камерами наблюдения. Деньги, правда, к сожалению, увезли. Но все равно есть что поохранять. Оргтехнику, компьютеры. Но приятнее всего было брать под охрану личный автотранспорт. Хозяин, правда, не отдает. Но тот, кто собрался поохранять, он с автоматом. Видите? Стрельнул и готово. Хозяин сбежал, а машина под охраной. Этот негодяй поехал на Донбасс прежде всего. Ведь мог бы не ездить. Но никто его в Россию ездить не заставлял. Но сказал бы, все, огонь прекращаем. Потом подумаем. Нет, ребята, как у вас тут вообще ничего? Все нормально. Он был тогда актером, я напомню просто. Он еще не был политиком в 14-м году. Селенский в 95-й классе. Сейчас он ездил, понимаете? А вот сейчас он когда президентом стал? Да, он поехал на Донбасс. Но сейчас-то он не оскорблял никого? Ну, ничего говорил. Он этих карателей поощрял. Это убили 13 тысяч человек. Вот, кстати, между прочим. Он их благодарил. А как вы полагаете, человек, который стал президентом Украины, должен поехать на Донбасс и как бы назвать тех людей, которые... Я же вам сказал только что, что в России его никто не зовет ехать. Но если ты хочешь переговоры, ты должен воздерживаться от негативных актов. Не надо позитивных. Не нужно. Мы все понимаем. Зачем это было делать? Я просто не пойду, какой негативный акт Зеленский сейчас совершил. Поехал с карателем. Не, ну, Макареевич тоже никакого не совершил. Не, ну, как карателем. Это военнослужащий украинской армии. Для меня это сволочи и карателем. Ну, это для вас, но для него и для... Хорошо, я вот тогда зачем должен защищать? Украинский грант, это военнослужащий, украинская армия. Да 40 миллионов эти негодяи и военнослужащие. Ну, хорошо, да, это военнослужащие. Там есть каратели, там есть нацистские батальоны. Сегодня, кстати, обстреляли, обстреляли. Я так понимаю, что он поехал к солдатам вооруженных сил украинцев. Ну, хорошо, если Гитлер поехал к солдатам на Восточный фронт, я вот что, должен вообще свалить? Вы Зеленского с Гитлером сравниваете, что ли? Да. Зеленского с Гитлером сравниваете? Потому что националист. А там нет проспекта Бандеры. А кто это? Шухевич, кто это? Офицер СС, кстати, вот реальный офицер. Хабштумфюрер, между прочим. Зеленский что, отменить это хочет? Он знаете, что говорит, Бандера классный человек. Я что-то не понимаю, Василий Николаевич, у Вас НЖД, это сложная такая фигура. НЖД не эсссоришь. А чем отличается НЖД от Бандеры? Бандеры эсссорсом тоже не был. Бандера националист, понимаете, там и так далее. Бандера для меня, знаете, чем отличается? Немецкую форму не носил, как НЖД. Что он убил десятки тысяч моих соотечественников, и Верховным судом СССР приговорен к смертной карте. Азербайджанцы, это не ваши соотечественники? НЖД в Зенгизуре зачистил. Просто от азербайджанского населения. Это в советское время было. Полностью, в 20-е годы это было. Правильно. Когда они идти, и те, и те, и те, и другие отложились от России тогда, и воевали с друг другом. Мы тут при чем? Кто их выгонял? Сами ушли. Да, армяне воевали с грузинами, грузины с азербайджанами. Это, конечно, относительно Украины совсем другая. Я не выступаю совершенно за распад Украины. Я считаю, что Украина должна быть современным демократическим государством. А я считаю, что это возможно. Карателем. Я же не говорю, к тем, кто перешел. Короче, вы за распад Украины и за войну с Украиной. За вхождение. Я так понимаю, это ваши политические позиции. Если мы начнем отдавать паспорта ДНР, ЛНР, будет война, мировая. Да сакций даже нет. Ну хватит пугать нас, ерунду.